Приветствую, друзья! Меня зовут Влад Швец. И сегодня мы решаем проблему с загрузкой процессора. После того, как вы зашли в диспетчер задач, он вызывается кнопкой Ctrl-Alt-Delta. Вы видите такую картину. Заходите в мониторинг ресурсов. И тут вы видите файл svhost, который грузит процессор. Вы, естественно, его закрываете. На время компьютер начинает хорошо работать. Загрузка процессора падает, но через время снова загружается. И проблема возвращается. Что я предлагаю делать в таком случае? Заходите в пуск. Я показываю это все на слайдах, так как я решал эту проблему без видео. Значит, заходим в пуск. Заходим в панель управления и выбираем «Система и безопасность» раздел. Затем листаем вниз, смотрим раздел «Администрирование». В этом разделе выбираем раздел «Службы». И в «Службах» мы ищем центр обновления Windows. У кого-то он может быть в середине, у кого-то в конце. У меня он в конце. Чтобы вам долго не искать. Заходим туда и выбираем тип запуска. Отключаем полностью эту службу. Нажимаем кнопочку «Применить» и кнопочку «Остановить». И сразу мы видим, что загрузка процессора упала до 10% и память освободилась. Закрываем это все дело. Все, теперь мы смело можем перезагружать компьютер, не бояться возвращения этой проблемы, так как она уже не вернется. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!